Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Начался первый этап ремонта Видновской детской поликлиники. Полностью изменится формат приема пациентов, разгрузится часть работы врачей. Сотрудники ГИБДД провели очередной профилактический рейд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков в горках прошли соревнования по мотокроссу. Мы собрались в шестой раз. И, что удивительно, нога прибывает и прибывает. Две недели назад начался капитальный ремонт детской поликлиники города Видное. Но медицинские услуги продолжают оказываться в полном объеме. Дело в том, что работы будут проводиться поэтапно. Сейчас ремонтируется первый этаж. Посмотреть ход работ приехал первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин. К нему присоединилась и наша съемочная группа. При входе в фойе поликлиники складывается впечатление, что идет стройка. Полы, стены, потолок. Масштабное обновление предусматривает кардинальные изменения. Постоянные посетители детской поликлиники, конечно, помнят, что в этом месте была аптека. Теперь здесь все изменится. Здесь будет находиться зона комфортного пребывания. Появится кулер, телевизор, кресло. Все, чтобы маленьким пациентам и их мамам было комфортно ожидать приема врача. Ремонт проводится полностью за счет средств Министерства здравоохранения. Детская поликлиника в Видном включена в проект областного нездрава поликлиника «Перезагрузка». В данном проекте в 2022 году участвовала взрослая поликлиника. Уже в этом году будет участвовать детская. Полностью изменится формат приема пациентов. Разгрузится часть работы врачей. Будут сформированы сестринские посты. Открыт кабинет выписки льготных лекарственных препаратов. Также в полном объеме заработают телемедицинские консультации. Посмотреть ход работ приехал первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин. Он обратил внимание на то, что после реконструкции в поликлинике появятся новые услуги. Плюс на базе будет у нас что-то травматологический пункт? Детский, детский травматологический. Которого не было? Которого не было. У нас в районе не было? Не было, да. А в чем будет состоять? На первом этаже у нас будет первичный прием врача-травматолога и повторный прием врача-травматолога. Мы уже запланировали кабинеты, где будут размещаться кабинеты врачей и перевязочные, гипсовые. Поэтапное проведение ремонта позволяет работать медучреждению в штатном режиме. На втором и третьем этажах ведутся приемы врачей. Оказываются все виды медицинских услуг. Руководство ВРКБ считает важным, чтобы для маленьких пациентов и их родителей ремонтные работы прошли незаметно, без неудобств. Первый этап крупномасштабной реконструкции планируют завершить уже в марте текущего года. В целом же здание будет обновлено до конца 2023-го. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Очередной профилактический рейд. «Маленький пассажир. Большая ответственность» провели сотрудники ГИБДД. В ходе мероприятий инспекторы напомнили родителям об использовании удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле. Для того, чтобы поездка юных пассажиров в автомобиле была безопасна, родителям просто необходимо использовать детские кресла. Об этом мамам и папам еще раз напомнили сотрудники госавтоинспекции. А помогали полицейским воспитанники старшей группы дошкольного отделения Видновской школы номер один. «Вы закон не нарушайте. В кресло деточку сажать. Это ведь совсем не сложно. Пристегнуть и ехать можно». Стоит отметить, что инспекторы ГИБДД регулярно проводят различные тематические мероприятия в учебных заведениях округа. «Данный социальный раунд проводится на территории Московского региона. Проводится он с 30 января по 26 февраля. И в рамках данного мероприятия хотелось бы еще раз обратиться к родителям, водителям, соблюдать правила дорожного движения, перевозить маленьких пассажиров только в детских удерживающих устройствах». Как рассказала заведующая дошкольным отделением Видновской школы номер один Анастасия Тарасова, с ребятами постоянно проводятся занятия, на которых малыши в игровой форме изучают правила безопасности на дороге. «Родители привозят детей в садик. Мы напоминаем им еще раз, что нужно перевозить детей только в креслах и пристегивать». В ходе рейда участники акции вручили водителям информационные листовки. «Скажите, у вас в семье есть маленькие детки? Вы их перевозите как? В детском кресле? Спасибо вам огромное за то, что вы соблюдаете право дорожного движения. А можно мы вам тоже еще раз вручим?» «Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо». Также на мероприятии сотрудники ГИБДД напомнили ребятам правила безопасного поведения на проезжей части, значения дорожных знаков и сигналов светофора, изучили различия регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ Акция под названием «Мы вместе можем помочь» стартовала в Ленинском городском округе. Ее цель – сбор продуктов, товаров, первой необходимости и денежных средств для оказания гуманитарной помощи жителям Луганской народной республики и военнослужащим Луганской народной милиции. Как принять участие в акции узнала наша съемочная группа. Посетители некоторых торговых центров Ленинского округа могут принять участие в благотворительной акции, организованной фондом «Ратибор» совместно с Молодой гвардией «Единой России». Одна из точек сбора помощи для жителей Луганской республики и военнослужащих Луганской народной милиции расположилась в торговом центре «Курс». «Сначала специальная военная операция. Мы активно включились в помощь мирным жителям, а также нашим военным. Мы отправили уже четыре гуманитарных конвоя на Донбасс. Сейчас готовим пятый к отправке к 23 февраля». Подобные пункты открылись еще в нескольких торговых центрах Ленинского округа и Москвы. Волонтеры Молодой гвардии «Единой России» не только принимают благотворительную помощь, но и общаются с посетителями магазина, раздают листовки, тем более, что люди, узнавая цель акции, охотно идут на контакт. «Большую часть берет листовки. Некоторые интересуются, чем занимается наш фонд, что конкретно мы хотим отправить, куда конкретно все это пойдет». Естественно, что многие посетители курса не только общаются с волонтерами. Жительница города Видно Елена Борисова, направляясь в магазин за продуктами, естественно, не планировала принимать участие в каких-либо благотворительных акциях. Но увидев, что идет сбор продуктов и товаров первой необходимости, остаться в стороне не могла. «Наши россияне, наши граждане, люди вообще-то живые, которые требуются помощи. Если мы не поможем, то это подчеловечно должно быть. Душа болит за тех людей, которые там страдают». Акция продлится до 15 февраля. Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в Видном в торговых центрах «Курс» и «Ларец», в поселке Горки-Ленинский в торговом центре Горки. В Центральной библиотеке в Видном прошел интеллектуальный вечер для студентов Ленинского городского округа. Ребята приняли участие в игре «Думай, знай, познавай» и множестве других активностей. Волонтеры из отдела по работе с молодежью администрации муниципалитета подготовили для студентов насыщенную, интересную программу. Юноши и девушки участвовали в играх и конкурсах, отгадывали фильмы, зашифрованные гигантскими домино, играли в китайскую настольную игру и дженгу. «Запланирована и уже часть проведенного интерактива, которая направлена на развитие молодежи, на их, так скажем, проверку знаний». Кульминацией вечера стала уже многим полюбившаяся интеллектуальная командная игра «Думай, знай, познавай». Ребята смогли продемонстрировать свою эрудицию, сообразительность и быстроту реакции. «Университет в каком городе? Являлся самым старейшим университетом в СССР, который успешно работает и по сей день». В завершении игры всех участников ждали утешительные призы. В деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Состязания посвящены памяти тренера Владимира Золотарева. Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей мотокросса и питбайка. Заезды посвящены памяти тренера Владимира Золотарева. «Это был удивительный человек. Он всегда улыбался, приятно общался, но знал свое дело, знал свою тренерскую работу и работал с детьми, с молодежью на высоком уровне. На таком высоком уровне, что доросся до тренера сборной Советского Союза». В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Николаевича Золотарева, чей премьер вдохновил на занятия этим видом спорта. Перед началом стартов вдова спортсмена обратилась к участникам с приветственным словом. «Мы собрались в шестой раз. И, что удивительно, народ прибывает и прибывает к этому соревнованию. И я просто, конечно, очень довольна. Спасибо вам большое. Ну и спасибо за память». Зимние соревнования традиционно сложные. Скользкая и заснеженная трасса непредсказуема на каждом повороте. «Настоящий экстрим» признается звезда мотокросса «Видновчанин» из клуба «Юность» Тимофей Рукавишников. Сегодня, как и практически всегда, ему удалось быть в числе первых. «Нужна резина новая. Качество спортсмена?» «И качество спортсмена нужно тренироваться побольше. Ну, все зависит от самого спортсмена и от тренировок». Соперник Тимофей, но только на трассе. А в жизни настоящий друг Ярослав Ольшанников также много лет занимается в юности. Молодой человек из династии мото-кроссменов. Отец посадил его на байк в 4 года. Сейчас парню 17 и за плечами множество побед. Но еще больше их впереди. «Полюбил сильно и все. Не могу больше ничем заниматься. Только мото-кросс в душе. Надеюсь, получится. Думаю, получится стать, может быть, чемпионом». Сегодняшние соревнования одни из многих, что запланированы в сезоне 2023 на трассе «Казачий дозор». За последнее время организаторы проделали здесь большую работу. Так что и спортсменов, и зрителей ждет много хороших новостей. «Мы сертифицировали трассу. Теперь здесь ежегодно проводятся чемпионаты регионального масштаба уже по питбайку, мотокроссу. И в этом году наших зрителей ждут гораздо больше гонок, интересных событий. В том числе мы планируем летом провести хороший авто-мото-фестиваль в три дня с концертами. Так что ждем всех на нашу трассу». Екатерина Коваленко, Даниил Свидерский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok